Вы тут пишете муфтию, я не муфти, дорогие друзья, пожалуйста, учтите это. Пожалуйста, это учтите. Но действительно, у нас большая беда не в Чечне, а в соседней республике, в Ингушетии. Там происходит такое ощущение, что там произошла потеря управления вообще всем по тем новостям, которые идут по толкам. Слава Богу, что решение этой проблемы, или слава Аллаху, может быть, учитывая мусульманский менталитет, по-моему, лежит на поверхности. Достаточно вернуть на руководство второго президента Ингушетии Мурата Магомедовича Зязикова, который в несравнимо более тяжелых условиях нормализовал ситуацию. И, если по-честному, то окончательно зафиксировал Ингушетию в составе России, благо там были разные поползновения. К нему есть некоторые претензии по поводу хозяйственной деятельности. То есть, тогда был вопрос не о хозяйственной деятельности, тогда был вопрос о физическом выживании целого народа. Потому что он мог оказаться на растерзании бандитов. И сейчас, когда мы видим, в общем, хозяйственные проблемы, понятно, что, с моей точки зрения, зядиков с этой проблемой, в общем, справятся совершенно спокойно. Но, вероятно, есть какие-то другие взгляды, поэтому идет и о росте преступлений на трассах за пределами населенных пунктов, рост в 3,5 раза, о хищениях энергии на 130 миллионов рублей в безумных объемах. Из-за полного хаоса в сельскохозяйственной статистике то град, то перевыполнение плана по сбору зерновых. Как такое может быть? Уборка растет то в 3 раза, то в 1,5 раза. Ну, понятно, что так не бывает. Скорее всего, это моя гипотеза. В общем, на этой оптимистической ноте, что решение есть, но его никто не будет делать, или, по крайней мере, не делать сейчас, мы завершаем до следующего понедельника. Счастливо!